всем привет дорогие мои можно было бы так начать сегодняшний выпуск но начнем как обычно вы на канале дистиллят тв сегодня очередной обзор очередной коньяк на этот раз он из армении сразу привет константину из крыма который прислал этот коньяк чтобы его попробовал и по гербу я сразу узнаю известный очень коньяк известный среди народа он продается во всех магазинах вот львы с крылышками над буковкой а я знаю что это овшар то есть завод офшарский коньячный но этот завод у меня не ассоциируется с хорошим коньяком древний ереван вот это вот название которое сразу вызывает какое-то отторжение от напитка нежелание его пробовать и вот это новый продукт от этого самого завода называется дарман почему не задармы назвать его можно было ну я честно говоря не верю что если производитель позволяет себе делать откровенное фуфло что он не будет это применять во всех линейках своего коньяка ну надо же все-таки проверить да ведь второй шанс дается же производителю как-никак по дизайну сразу давайте скажем дизайн мое почтение вот симпатично аккуратненько красивая бутылочка пробочка имитирующая фактуру дерева на этой пробочке указано что двадцать шестого одиннадцатого двадцать первого этот коньяк попал в бутылку надписи эксклюзив с 1968 года арманские коньяки дарман армения коньяк xo distilled and bootled in armenia почти по-английски да сказал но мы понимаем из этого выражения что дистиллируется и бутылируется в армении опять же сверху на горлышке армении коньяк xo армянский коньяк чтобы ну вот вдруг вы забудете что вы пьете контр этикетка мое почтение то что она очень хорошо читаемая на черном фоне белый текст и тут все как бы ясно дарман xo выдержка 7 лет армянский коньяк марочный выдержка к в минимальный срок выдержки используемых коньячных дистиллятов 7 лет состав коньячные дистилляты вода питьевая сахар карамель все как положено место происхождения винограда араратский регион армения год урожай 2013 сорта винограда кангун с хале к сайту я производителя даже не буду обращаться я пожалуй сейчас открою этот коньяк пробка такая надо быть прям титаном чтоб открытие смело наливаем себе этот напиток защелкиваем но щелчка не получилось но пойдет и так так вот я к сайту прибегать не буду мы помним там такой своеобразный до дизайнерский сайт именно ландшафтный дизайн в основном там о заводе производители коньяка там речи идет очень мало ну еще мы можем знать что он наверняка разводит коал не знаю что они там у него делают на фотографиях это дело как говорится 10 нам я еще раз повторюсь что важного органолептика напитка насколько она хороша и давайте смотрим визуализацию до сразу мы так любим делать ножки опять же довольно таки достойные ну я пробовал пятилетку до древнего ереваня ванильное царство можно так это назвать и сейчас я сижу и понимаю что ванильное царство близко она где-то рядом и возможно она находится прямо под моим носом в этом бокале поэтому давайте заглянем в ванильное царство да но оправдание есть небольшое здесь я слышу нотку винограда до дистиллята который отчетливый такой даже не то что дистиллята а вот жмых который остается осадок даже после сбраживания есть дуб ну и без ванили никуда она здесь есть но это не тот не тот ароматец который был у меня на обзоре ереване там было жестче видимо какие-то поправочки сделали производители технолог подкрутил крутил очки и то самое отверстие которое отвечает за поступление ванилина в коньяк было немножко ужата а может просто испугались и поэтому а вы знаете что происходит с отверстиями когда пугается кто-то они уменьшаются давайте попробуем на вкус такой вкус давайте на аромат что-то я тороплюсь со вкусом тут же есть в чем покопаться а нет я ошибся тут копаться не в чем давайте пробовать это откровенная ху лажа вы знаете история повторяется в древнем ереване такая же ерунда аромат приятный не коньячный да а вкус отвратительный вот здесь тоже самое то же самое я такой прелой доски не пробовал нигде может быть как-то производитель запутался и грибок который должен был поедать дрожжи в браге почему-то начал поедать бочки но вот у меня до сих пор ощущение прелости во рту я уже прям представил как клепка с бочки у меня в руках она в плесени я как мороженое либо пломбир либо как леденец какой-то на палочке облизу эту клепку не это слушайте я даже второй глоток не хочу делать и я могу сказать что ну по прошествии времени ванильности у этого напитка просела она ушла практически ну она слышно но уже умеренно прям а в первые разы было очень сильно ванильно и такой прелой доски не было видимо пока с контакт с воздухом произошел уж они по вайфаю соединены или по какому-то gps спутнику коньяк верю ведь сейчас век современных технологий и может быть они как-то эти технологии передают друг другу и там грибок уже хорошенько еще больше поел бочки и вот выдал еще более прелый эффект первых впечатлениях тоже было подпрелая доска но не в труху переезженная грибком грибы коньяк все хорошо почему бы нет до сочетания вроде бы вкусная но нет вот если сказать думаю ли я куда поместить этот коньяк в какую-то категорию тут сразу стопроцентное мнение мое что это дно это но а может даже снизу дна ну это однозначно один из худших коньяков которые я пробовал я крайне не рекомендую этого производителя я крайне не рекомендую дарман коньяк если даже он вам достанется задарма на этом надо заканчивать пейте напитки только качественные и только в миру не такие как вот эти и до новых встреч пока и Субтитры сделал DimaTorzok